На Яндекс.Дзене появилась статья 10 февраля Николая Цискориза «Эмблема Большого театра». В июне 1995 года в Петродворце проходил фестиваль «Петербургские сезоны». Коля танцевал с Людмилой Семенякой, дуэт из фокинской шопиньяны. Ему только исполнилось 20 лет, и был он хрупким, стройным и немного застенчивым юношей. Я никогда его не видел прежде, и он запомнился мне своей музыкальностью, искренностью и бесконечной влюбленностью в танец. Юный и романтичный поэт. Таким он остался в моей памяти. Прошло 7 лет, и мне довелось стать свидетелем его первого выступления в репертуарном спектакле Парижской оперы. Позднее я видел все Колины спектакли в Париже, но эта работа была для него, конечно, особой. В ноябре-декабре 2001 года на сцене опера «Бастий» давали целую серию спектаклей. Бая Дерко в редакции Рудольфа Нуриева. Впервые в истории в Париже главные роли исполняли сразу две звезды русского балета – Светлана Захарова и Николай Цискоридзе. У Светланы партнером был Жан Гиом Барр, Коля танцевал с Мари Аньес Жило. Коля работал над этим спектаклем в течение целого месяца, потому что он существенно отличался от классической версии Большого театра. И в особой степени это, конечно, касается партии Солара. А на этом все. Продолжение следует...